Все видите, стали перелистывать технический сбой. Видим исполнение бюджета? Все видят? Да, 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 нормально. Да, видно. И профицит, который мы предусматривали на погашение кодиторской задолженности. Сумма за долг у нас на 1 января 2020 года осталась до 764 миллиона. Это в соответствии с тем графиком, который у нас подписан со Сбербанком. 364 миллиона погашения в 2020 году и 500 миллионов в 2021 году. Ключевые направления налоговой политики с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивой бюджетной системы включали в себя расширение доходной части бюджета городского округа привлечением путем новых налогоплательщиков. Мы провели огромную работу, когда у нас вышли из тени многие наши плательщики, которые или не платили, или были резидентами на других территориях. Здесь мы видим в целом утвержденный бюджет. Бюджет городского округа у нас составлял 12 миллиардов 211 миллионов утвержденный бюджет. Поступило у нас 12 миллиардов 0,61 и представлено вам исполнение в суммах план факт. Далее, здесь мы понимаем, да, что вот доходы, расходы и профицит. Переходим на следующие слайды. Наши ключевые направления налоговой политики, расширение доходной базы путем привлечения, стимулирование инвестиций в рамках совершенства налогового законодательства, предоставление льгот по местным налогам, содействие развития малого и среднего предпринимательства за счет установления приезжающего коэффициента по единому налогу на умененный налог, проведение мероприятий в налоговой оборотке зарегистрированных, как я уже сказала, огромную работу провели. В части мероприятия у нас были много по снижению задолженности, улучшение качества администрированных поступлений в доход в бюджет в целях снижения, и улучшение эффективности расходов в отраслях социальных сфер, обеспечения развития инфраструктуры отраслей, определяющихся на обеспечении городского округа. На данном слайде мы видим исполнение городского округа. Бюджет у нас исполнен на 96%. Вот наш был самый план, 12,211 миллионов, вот исполнение 11,746 миллионов. Как мы видим, что у нас очень хорошо исполнилось по налогам. То есть по налогам мы с вами в течение года делали несколько уточнений. Соответственно, у нас и плане, который был изначально, поступило сверху практически 400 миллионов. Но сумма у нас по неналоговым доходам. Мы видим с вами собственное налог, собственное поступление в сумме 7,473 миллионов и поступило 7,125. Как я уже сказала ранее, это у нас не поступили без нашей неналоговая. Позже бы к этому вернемся. Так, как мы видим в целом, у нас с вами есть рост. Рост с 2018 годом у нас составил 883 миллиона. При этом все равно у нас исполнение 96%. По налогам у нас от плана плюс 373 и неналоговый у нас минус 537 миллионов. Ну и в целом, как бы, все равно мы выходим на плюс, у нас прирост составляет 510 миллионов. На данной табличке мы вам представляем структуру. Это в целом наши доходы, налоговые и неналоговые, по исполнению, по факту и безвозмездные поступления. То есть мы видим в динамике с 2018 годом, сколько исполнено в 2019 году и понимаем, есть рост или снижение. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы выполнение было 100%, но, к сожалению, неналоговые не выполнены в полном объеме и имеем задолженность. То есть 800 с лишним миллионов, это касается аренды земли. То есть мы с вами имеем недобросовестных плательщиков аренды. Договора аренды имеют, но не оплачивают вовремя. Соответственно, мы ведем, не мы, а администрация, а судебно-претензионную работу. Так, идем дальше. Здесь мы вам представили структуру в целом по налогам. Видим НДФЛ, факт 2018 года, план 2019 года и факт 2019 года. То есть мы видим, что в сравнении с 2018 годом, в 2019 году у нас поступило выше на 342 миллиона. А в 2019 году, с учетом уточнения, то, что мы уточнили почти на 400 миллионов, и от того плана плюс 68 миллионов. Земельный налог у нас обстоит немножечко хуже. Мы здесь видим факт 2018 года, миллиард 66, план 2019 года, миллиард 40 и фактическое исполнение. Разница всего на 5 миллионов. И обратите внимание, что в структуре собственных доходов НДФЛ у нас составляет 36%, земельный налог 15%. Ну и дальше у нас с вами арендная плата. Арендная плата за землю. У нас факт 2018 года составил миллиард 415 миллионов. План на 2019 год был миллиард 624, исполнение миллиард 349 миллионов. И в доходе, в структуре доходов составляет 19%. Следующий мы с вами видим слайд. Это у нас приоритеты деятельности администрации городского округа Хилики. Здесь мы видим, как мы выстраиваем системный подход по организации с плательщиками с целью повышения их обслуживания. Мотивация к своевременному обязательству перед бюджетом. Проводили комиссии с совещаниями с представителями бизнес-структур, в том числе малые и средние предприятия. Проведение адресной работы. Приглашали всех на медведушную комиссию. У нас даже некоторые гипотаты несколько раз присутствовали на данных комиссиях. Здесь мы видим исполнение по налогам на совокупный доход. Видим факт 2018 года, 909 миллионов, миллиард, план 61,19 год. И видим, что у нас это исполнилось. У нас специальный режим, они распространяются у нас на субъекты малосреднего предпринимательства. И исполнение по данному виду у нас составило 102%. Дальше у нас доходы от использования муниципального имущества. Здесь мы видим план и факт. У нас план был 345 миллионов, исполнение у нас составило 356 миллионов. Исполнение на 103%. Здесь мы вам показали структуру. Доходы от продажи квартир, 108%. Мы с вами получили 136 миллионов. Доходы от реализации имущества, 153 миллиона. Доходы от сдачи аренды в имущество. Здесь у нас 44 миллиона. Отчисление прибыли мупы, 31 миллион. И доходы от размещения рекламных конструкций, 98%. В итоге у нас получилось 103%. К данному виду у нас претензий нет. Все исполнилось так, как должно. За год мы провели 19 комиссий вежеведомственных. Это у нас совместно с федеральными структурами. На данную комиссию мы пригласили 868 юридических физических лиц, которые имеют задолженность и в бюджет городского округа, и в консолидивный бюджет Московской области. Хочу сказать, что вот результат. Практически 50% погасили свою задолженность. Также мы рассмотрели 11 обододателей, которые выплачивают заработную плату ниже среднеотраслевой по Московской области. Ну, тоже есть вопросы. Заработную плату потом по отчетности подтянули. Показали мне ниже отраслевой. Также у нас рассмотрено 38 убыточных организаций. И по итогам работы в целом за год у нас работа наша показала итог практически лучший в области, потому что у нас только с культурой химов поступило в консолидированный бюджет Московской области 584 миллиона. Ну, и в том числе наша доля составила 254 миллиона. На следующем слайде мы вам представляем расходы бюджета городского округа. Здесь мы посчитали уместным предоставить вам аналитику, начиная с 2016 года на выполнение муниципальных программ. Мы видим в 2016 год 9 миллиардов 900, далее в 2017 год, в 2018, план 20-го и факт 20-го. То есть мы здесь видим огромный рост, ну, достаточно большой. На выполнение программы у нас было направлено в 2019 году 11 миллиардов 515 миллионов. И это составило у нас увеличение на 123 миллиона. Расходы на культурную сферу 8 миллиардов 50 миллионов. Так, дальше. И здесь мы вам уже представляем на все виды, которые у нас есть в бюджете. Это вообще государственные вопросы, план, флаг, национальная безопасность, проохранительная деятельность, национальная экономика. В общем, все наши разделы, которые утверждены в бюджете. Здесь уже вы видите, какой у нас получился или прирост, или отклонение. Полностью представлена вам аналитика. 2018 год и 2019 год к уровню. На данном слайде мы вам показали заработную плату, которая у нас складывается. И хотелось бы отметить, что она у нас практически самая высокая. А в бюджетной сфере по Московской области мы понимаем, что это средняя заработная плата. Расходы на образование. Также мы вам предоставили слайд посмотреть с 2014 года. Как у нас были увеличения. Вот с 2014 года 4 миллиарда и 17 миллионов. И уже мы видим за 5 лет. У нас рост практически составил 1 миллиард 700 только по разделу образования. И также мы посчитали необходимым указать средства, которые мы направляем на оздоровление летнего отдыха. Сумма. Оздоровлено количество ребятишек. В 12 лагерях сколько у нас было. И плюс в школах. И в Кершинском филиале, который у нас находится на море, отдохнуло тоже количество ребятишек. 4-5-3 секретных ребятишек. Минципальная программа культуры городского округа. Также здесь мы на слайде видим развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение народной культуры, развитие исполнительского искусства, парки. И обеспечивающие программы по содержанию самой культуры. Эти следствия у нас направлены на культуру. Расходы на физическую культуру и спорт. Также мы здесь видим с вами, сколько у нас направлено в целом в 2019 году. В плане 1,533, у нас направлено 1,518, у нас в округе более 78 видов спорта. Охвачиваем 144 тысячи человек. Систематически занимаются регулярно 95 тысяч. Расходы на массовый спорт составили 46 миллионов рублей. И было проведено за год 2,5 тысячи мероприятий. И также из наших жителей, победителями, призерами мероприятий, стали 2009 человек. И также слева представлена социальная политика. При плане 320 миллионов. Как у нас 286 миллионов. Здесь у нас такие расходы. Солнечное обеспечение, кто вышел на пенсию. Социальное обеспечение. И другие вопросы в области социальной политики. Вся материальная помощь, все льготы. Это все в этой программе. Расходы на жидочно-коммунальное хозяйство. Но это, наверное, у нас из года в год тоже огромная сумма. И много у нас что делается. Расходы у нас по этой отрасли за 2019 год составили 1 миллиард 667 миллионов. В том числе и женично-коммунальное хозяйство 1 миллиард 43. Дорожное хозяйство 611 миллионов. И транспортное обслуживание 12 миллионов. Также у нас произведен капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог. И проезд к дворовым территориям. Ремонт асфальтового покрытия просто дворовых территорий. Расходы подъездов многоквартирных домов. А существует комплексное выживание. То есть во дворовых территорий направлено почти 300 миллионов 294. Также мы за счет средств поддерживаем освещение улиц городского хозяйства. У нас 70 миллионов. Направлено на установку детских игровых площадок 22 миллиона рублей. И также у нас есть с вами разовые перевозки. Когда мы возили ветеранов, инвалидов на Пасху, на Крадуще. Тоже мы за счет бюджета. Ну, также хотелось сказать, что все наши программы, которые утверждены. Образование, демография, культура, ее городская жизнь, цифровая экономика. Они у нас обеспечены в полном объеме. У нас проекты, которые только реализуются на территории Московской области. Ну и в других субъектов 2019 года. Умели у нас приоритетное направление. Соответственно, исполнение по ним составило 96,3%. Почему 96,3%? Исходя из факта исполнения. То есть кредитерской задолженности по данному виду у нас не осталось. Отчет городского округа, то есть наш с вами отчет, принят Министерством финансов без замечаний и исправления. Контрольно-счетная палата тоже проверила наш годовой отчет. И отчет рекомендован к рассмотрению Совета депутатов. Вот такую информацию, учитывая, в каких мы сейчас условиях дистанционно работаем, мы вам подготовили. Считаю, что она наглядно затрагивает и доходную часть бюджета, и расходную часть бюджета. Но еще раз повторюсь, что с налоговой стороны, где у нас является администратор налоговой инспекции, у нас выполнена в полном объеме, даже перевыполнена. Ну вот, хромает у нас, конечно, не налоговая аренда земли, арендаторы. В основном, наверное, все все-таки химчане, арендаторы имущества и арендаторы земли. Не своевременно оплачивают. Многие у нас сейчас находятся в банкротстве, ведутся суды. 57 договоров у нас равняются 18 предприятиям, которые находятся в банкротстве. Конечно, мы из этих 800 миллионов реально можем взыскать только сумм около 300 миллионов. Но все это в судах, соответственно, работа нашим юридическим управлением, которое сейчас не юридическое управление, а тот блок, который занимается дебно-претензионный, перешел в УЗО, они эту работу проводят. Ну, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось, потому что есть там сексуально, и мы с вами не дополучили денег. Это очень, наверное, плохо, потому что мы остались с кредиторской задолженностью, но и с задолженностью просроченной. То есть счета декабря, которые были представлены на оплату в январе, они у нас отражаются в кредиторской задолженности. А отчетности мы с вами уже в феврале часть кредиторской задолженности уточнили, часть нам еще предстоит уточнить уже в ходе исполнения бюджета 2020 года. Ну, бюджет 2020 года это у нас отдельная тема, сейчас пока говорим про бюджет 2019 года. Ну, в свое время у нас всегда выплачивалась заработная оплата, все это было вовремя, никакой задолженности за коммунальные платежи за потребление энергоресурсов наше бюджетное тоже не имеет. Так, у меня доклад. Все, я закончила. Спасибо за внимание. Уважаемые результаты, у кого будут вопросы к Наталье Николаевне? У меня. И у меня. Да, кому предложить? Можно мне? Алло. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Да, у меня три вопроса. Наталья Николаевна. Так, значит, первый вопрос. Смотрите, вы сказали, что исполнение бюджета недовыполнено на 4%. Между тем, это около 400 миллионов рублей, а то и побольше. С чем это связано? Ну, я сейчас подробно на этом остановилась. Это связано с тем, что мы имеем задолженность за арендатором земли 860 миллионов, около 900 миллионов, и у нас не поступили инвестконтракт на 102 миллиона, который у нас перешел на 19-й год, уже оплата была поздно, и, соответственно, мы это найдем, уже отразили в бюджете 2020 года. Аренда земли не налоговой. Налоговая с плюсом не исполнилась, не налоговая. Не исполнила управление земельных отношений и комитет по имуществу. На публичных слушаниях у нас Юлия Леонидовна подробно рассказала, почему они не выполнили свой план. Они являются администраторами доходов и несут ответственности. Мы на комиссию тоже очень часто приглашали задолжников по аренде за земельные участки, но, тем не менее, кредиторка все равно есть. Люди берут землю, а вовремя оплачивать не хотят. Обычное дело, что вы понимаете. Да, и все для нас печально. Хорошо, вот в связи с этой печальностью у меня вопрос номер два. Очень я опечален и беспокоюсь за такое предприятие, как некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Химки». Очень беспокоюсь за некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Химки». 80 миллионов им в прошлом бюджете, в бюджете 2019 года выделялось. Надеюсь, они эти деньги освоили? Да, конечно. Ну, кто бы сомневался. Вопрос номер три. В процедуре бюджетного кодекса предусмотрено публичное слушание по утверждению проекта бюджета. Значит, вот, насколько мне известно, публичные слушания проходили без публики. То есть, как вот вы считаете, это было правильно организовано или не очень? Публичное слушание у нас, да, у нас было подписано первое постановление главы, по-моему, на 7 марта. Потом, в связи с тем, что у нас в целом в России и в мире приключилась эта инфекция, у нас подписано постановление на какую-то там дату. И в связи с тем, что у нас было подписано постановление правительства, что мы не можем собираться, как бы, нельзя уже собирать народ, Вот, было подписано постановление 4 апреля, что публичные слушания будут проведены дистанционно. И указан телефон, по которому нам могут обращаться. Ну, в этой ситуации, наверное, то, что мы сейчас с вами так разговариваем, не всем особо нравится, но законодательно мы все с вами выдержали. К нам действительно поступали звонки. Нам спустя какое-то время звонили. Мы написали протокол и предоставили вам, если не представили в совет, мы должны вам его предоставить. То есть все желающие, кто хотел задать какой-либо вопрос и поучаствовать, подсоединялись, подключались. Ну, таким образом проведено и публичное слушание. Понятно, спасибо. Я дополню, можно? Секунду. Андрей Николаевич, значит, у нас есть информация о количестве участников онлайн. Так же, как сейчас мы вот видим, когда в общем количество участников, вы знаете, да? Так же и там. И я знаю, что было подключено там более двух или там трех десятков людей конференции. Вся информация в постановлении, которое подписал глава, куда могут подключиться, по какому телефону позвонить, все это было задействовано. Ну, наверное, нам тоже не очень нравится такой метод. Но в сегодняшней ситуации он такой. И мы, как бы, стараемся объективно доводить все цифры, всю отчетность, все есть то, что есть. Как вы сейчас... Наталья Николаевич, спасибо, вынужден реплику тогда. Вы тогда уж подключайте депутата Бессонова, если он просится в конференцию. Андрей Николаевич, могу вам лично всегда звонить, вопросов нет. Звоните, да, к сожалению, у меня вашего телефона нет, у вас, наверное, есть. Пожалуйста, подключайте в конференцию. Ладно, Андрей Николаевич, хорошо, я сегодня вам прозвоню. Я прошу прощения, Андрей Николаевич имеет в виду не просто позвонить, он был в курсе, насколько я понимаю, и ждал входа в конференцию. Да. И не дождался его, да? Если бы мы дозвонились, значит, все было бы подключено. Понятно, ну тогда всех депутатов, это общая такая просьба, если можно. Вот, и, ну, все-таки, давайте согласимся, что эти публичные слушания прошли с нарушением положения обсуждения публичных слушаний. Андрей Николаевич. Они прошли, может быть, в соответствии с постановлением главы, но все-таки с нарушением положения. Это уже Алексей Михайлович. Да, простите, это Перафилов, да. Ну, мы же сейчас видим, что, что происходит, мы не за нарушение, мы за то, чтобы публично давать... Давайте просто с этим согласимся. Если мы можем эту ситуацию обсасывать, ну, а что мы с вами выиграем? Мы публично провели, оповестили, постановление главы подписали, напечатали. Ну, вот, все, что могли, мы сделали. Хорошо, спасибо. У меня еще есть вопросы, если можно. Да, пожалуйста. Ну, у меня несколько вопросов. Ну, во-первых, вот такая общая просьба по презентациям. Если будут презентации, можно будет нам их получить по почте заранее до проведения обсуждения комиссии, чтобы мы тоже могли посмотреть не на экране, а вот отдельно заранее презентацию. Ну, в принципе, Наталья, все правильно, надо было в виде файла отправить просто всем депутатам, согласен? Принимается. Ну, это только надо было тогда распечатывать вам, понимаешь? Просто файлы одновременно смотреть где-то в другом месте, это сложнее. Ну, есть два компьютера, планшетник есть, это уже наши вопросы. Все, принято, принято. Что документы? И еще несколько вопросов. Наталья Николаевна, вот если можно, поясните. Вот первый вопрос. Вот план, вы сказали, план-факт. Это план на начало года, как мы запланировали? Или это уже корректировано? Мы здесь вам предоставили план, который у нас уже был утвержден в бюджете. А если мы с вами вернемся к первоначальному бюджету, то, например, по налогам на 373 миллиона у нас был первоначальным, который мы утверждали в ноябре 2018 года, он у нас был меньше. Это уже в слайде предоставлен план, который у нас утвержден в бюджете. И вот от него исполнение 96%. А если бы мы смотрели от плана, который у нас утвержден первоначальный, то у нас бы было не 96%, а 105%. Это конечный ваш утвержденный бюджет. И по закону мы работаем от утвержденного бюджета. А для информации я вам говорю, что мы в течение года налоговая нам около 400 миллионов дала плюсом. Соответственно, мы уже работаем с цифрами, с этим плюсом. Ну, вы знаете, мне кажется, и нужно плясать вот от ноября. Мне так кажется. Мы бы даже порадовались, когда 105%, наверное, это лучше, чем... Да, ну просто по отчетности, которую мы сдаем в Минфин, у нас с вами есть утвержденный бюджет. Далее у нас есть уточненный бюджет. И мы по всем инструкциям работаем с уточнением. Ну, я вот это и хотел уточнить, да. Спасибо. И еще вопрос. Вот почему так вот такой простой? Почему мы формируем профицитный бюджет и одновременно берем кредит? То есть не было бы логично профицитный бюджет? Профицит, то есть это бухгалтерская итерация. У нас есть доходы и есть расходы. И если наши расходы составляют хоть на рубль меньше, чем доходов, то этот рубль уходит по бюджетному учету в профицит. То есть у нас была сумма погасить по графику в банк кредит. У нас с вами осталось 85 миллионов на 1 января. Это заключительные обороты. И далее мы запланировали сумму по графику возврата кредита. Так вот возврат этого кредита, он по бухгалтерской отчетности уходит в профицит. Не то, что мы там запланировали расходов меньше. То есть средства на погашение кредита как источник по бухгалтерской отчетности уходит в профицит. Это бухгалтерская итерация. И поэтому, когда мы смотрим с вами на отчет, мы видим доходов 100 рублей, а расходов 95 рублей. Значит, 5 рублей уходит в профицит. Это такая отчетность. По-моему, в прошлом году мне тоже такой вопрос задавали. Уважаемые, у кого еще будут вопросы? У меня еще можно? Я не закончила. Если можно. Еще два вопроса у меня осталось. Алексей Михайлович. Да. Ну, если можно, давайте. Рассмотрим... Да, вот вы сказали, что у вас была комиссия по мобилизации доходов. Мы провели, да. Да, вот скажите, пожалуйста, вы смотрели убыточные организации, да? Проведен ли по результатам, проведен ли анализ их убыточности и причин убыточной деятельности? И если есть возможность какой-то помощи со стороны городского... Вы знаете, да, у нас с убыточными предприятиями работает наше управление экономики, у нас много было предприятий убыточных, это поширенеть его, например, питание, да, они организовывают питание и вышли на убыток. Соответственно, после приглашения проработки с Татьяной Александровной, там, выходили на правительство, ну, есть подвижки и есть ряд предприятий, которые с безубытка, с безубыточности вышли. То есть, они теперь у нас, ну, работают без убытков, а кто-то, наоборот, стал работать с убытком. То есть, этот процесс такой, кто-то уходит, кто-то приходит. Ну, вот. Но какие-то вот возможные меры поддержки какие-то по сторонам города этим убыточным предприятиям? Или они сами, допустим, виноваты в своей убыточной? Нет, там, понимаете, разбирались по каждому предприятию, почему они кому-то не заплатили поставщики, да, есть, что не произошла оплата, у них по балансу прихода не пришли, ну, прихода нет, соответственно, уже показывают баланс. Татьяна Николаевна, потребители не заплатили, они не поставщики. Если не заплатили поставщики, значит, ты в прибыли, наоборот. Работа произведена, расходы проведены, оплаты нет. То есть, причины объективны, да? Да, то есть, там по каждой экономике разбиралась, по каждой, с налоговой вместе смотрели. Есть необъективные причины, есть объективные. Я думаю, они всегда были, есть и будут, а в этом году мы, наверное, получим еще больше. Вон, сейчас уже все, многие подают на то, что прибыль, возврат, переплата, по 9 месяцам оплачивали авансовые. Сейчас нет, видите, нет деятельности и уже подают на перерасчет налогу на прибыль. Соответственно, тоже будет выходить на убыток, уже налоговая звонит, идет тревога. Понятно, спасибо большое, спасибо за ответы. У меня все. Антонина Васильевна. Спасибо, у меня вопрос. Наталья Николаевна, вы говорили, что по неуплате аренды за 2019 год у нас, мы недополучили 860 миллионов рублей. А есть злостные неплательщики, которые, допустим, не платят ни один год там, а несколько? Ой, Антонин, есть, да, я могу вам позже предоставить этот список, сейчас под рукой у меня его нет. У нас там 58 договоров, это 18 организаций, то есть какая-то организация имеет и не один договор, и они в банкротстве. В основном злостные наши неплательщики, они в банкротстве. Ну, я могу вам эту информацию предоставить, но проблем нет. Сейчас под рукой просто у меня нет. Я просто почему спрашиваю, потому что у нас сейчас в рамках комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки, но это так, как бы не к вам вопрос, да, а озвучивая, в принципе, ситуацию. Значит, у нас сейчас администрация, насколько я знаю, вносит изменения в ПЗЗ для того, чтобы получил дополнительные арендные платежи в связи с вновь выставленными участками на торгах. Так вот, вопрос к администрации. Неужели нельзя рассмотреть возможность, если есть организации, которые уже даже находятся в стадии банкротства, изъять эти земельные участки и уже передать их в аренду новым арендаторам, вместо того, чтобы отдавать допустим... Наталья Николаевна, я отвечу. Наталья Николаевна, ты обратила внимание, что по последним вопросам, которые добавлены, там даже примечания есть, по суду готовятся к изъятию на аукцион, готовятся к изъятию на аукцион по отношению к земельным участкам, по которым уже идут судебные процессы по изъятию земель из аренды. Это как раз один из вопросов, который очень важен с точки зрения дальнейшего использования этой земли для получения дохода. Вы понимаете? Ну, добавленные пункты, это именно те участки, которые сейчас... В том числе, там, обратите внимание, есть примечание. Земля готовится к изъятию по суду. То есть я считаю, что наши юристы проводят огромную работу, но это нельзя сегодня взял, а завтра передал. Это все судебная тяжба, и я считаю, что наши юристы делают все необходимое для того, чтобы вернуть и заново землю, заново дать ее в аренду. Ну, работа, а не одного дела. Поняла, спасибо. А, вы понимаете, на все вопросы? Да, у меня только этот был. У кого еще будут вопросы? Нет вопросов? Когда просьба приступить к голосованию, вы найдете данный вопрос на совет депутатов. Ну, и вопрос о голосовании передается Александр Павлович. На вопрос ставится таким образом, вынести на сайт депутатов вопрос об утверждении исполнения бюджета за 19-й год. Голосуем. Голосуем. Я называю фамилии, сразу говорите, запротив. Томашов. За. Суслов. За. Якушин. За. Бессон. Выдержался. За. Николаевич. Зория. За. Мистерского нет, Зайцева нет. Дринов. За. Иванов. За. Все, решение принято. Спасибо. Перед этим хочу спросить, у всех перед глазами есть этот план или мне открыть его на экране? Сейчас, секунду. Александр Павлович, у меня есть вопрос. Да. Скажите, этот вопрос по прогнозному плану является, так сказать, острым, важным и так далее? Является. Является очень важным. Потому что вопрос это о дальнейших действиях по выкупу его. А в чем срочность этого вопроса? Потому что у нас скоро вообще в доходе денег не будет, если мы еще затормозим, и в том числе и продажу муниципального имущества. Так, я предлагаю перейти к обзорению вопроса. И еще у меня такой технический вопрос. Вот, когда Наталья Николаевна докладывала, в эфире там были какие-то и чайки, и все. Можно попросить, как в прошлый раз, отключить у всех микрофоны, чтобы только доплатчик... Значит, в положении написано, что я не имею права отключать микрофоны. А, извините. Поэтому я их не включаю. У меня просьба-то ко всем. По возможности отключайте микрофоны, потому что идет какой-то вот... Просто неприятно слушать. По возможности, да. Значит, я предлагал, что микрофон оставляет включенный только у докладчика с последующим включением, но решили, что это, может, неправильно. Так, если не положение. Я вот буду отключать, потому что... Хорошо. Я всегда говорил так. Каждый сам отключает свой микрофон, если он вопрос не задает и не докладывает. Давайте позвольте. Давайте позвольте. Игорь Юрьевич, пожалуйста. Да, Александр Павлович, спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые члены комиссии. В настоящий момент у нас в прогнозном плане 20 объектов, предполагаемых продажей. Настоящим данным изменением мы предлагаем дополнить этот перечень еще 13 объектами, которые разделяются у нас, по сути, на три группы. Первое – это 7 объектов недвижимого имущества, свободные от прав третьих лиц. То есть это свободные помещения, находятся в казне, готовых к продажам. Пять объектов недвижимого имущества в настоящее время занимаются структурными подразделениями администрации. И мы их освобождаем в рамках организации размещения. То есть комитет сейчас проводит работу по оптимизации размещения структурных подразделений. Тем самым мы высвобождаем ликвидные помещения для того, чтобы выставить их на торги и чтобы пополнить доходную часть бюджета. И один объект недвижимого имущества у нас запланирован к приватизации путем реализации преимущественного права выкупа арендатора. Во всех нежилых помещениях отсутствуют инженерные коммуникации и иное оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. Прошу поддержать, если есть вопросы, готов ответить. У кого вопросы, прошу сразу говорить, какой вопрос, чтобы я пункт открыл тот, который надо. Вот если можно, пункт 22 сразу. Вот он открыт, пункт 22. Ну вот по библиотеке Калинин-Таринад, это у нас библиотека. Что там будем уплотнять? То есть мы будем продавать библиотеку, да? Это центральная библиотека. Да, действительно, будем выставлять на торги это помещение. Здесь все просто объясняется. Здесь две библиотеки расположены на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Это улица Московская и улица Калинина. Вот, соответственно, прошли обсуждения, в том числе с замом по культуре, да, это тест Ирины Михайловны, о том, что будем проводить оптимизацию библиотечной сети. В настоящее время уже не требуется для размещения библиотеки таких больших площадей, поскольку формат библиотек, он переходит из бумажного больше в электронный. Вот, в связи с этим, ну, такое решение освободить одно помещение и выставить его на торги. Ну, знаете, я с вами не соглашусь, потому что два здания, это немножко не соответствует действительности, то, что вы сказали. Дело в том, что на Московской, насколько я знаю, это была детская библиотека, а на Калинина взрослая, то есть вы их как бы сливаете в одно здание? Смотрите, сейчас концепция оптимизации, она еще разрабатывается, Теслева Ирина Михайловна, но уже понятно, что помещение на Калинина, в нем уже, точнее, на Калинина, в нем уже необходимости нет. У нас есть другие библиотеки, да, в том числе это улица Кудрявцева, также это улица Энгельса, все, в принципе, в доступности находится. Понятно, вы знаете, я с вами совершенно не соглашаюсь, и у вас концепция, значит, очень неправильная, потому что библиотеки, наоборот, надо развивать. Сейчас, как вы знаете, кроме того, что там лежат книжки... Так, а куда пропал у нас? Куда пропал, Алексей Михайлович? Да, не слышно его. Куда он пропал, он вообще отключился. Похоже на то. Значит, вот смотрите, вопрос по библиотекам, я можешь скажу, выскажусь. Вопрос достаточно серьезный, поэтому я предлагаю, если мы выносим этот вопрос на совет, то пригласить Теслю, и пусть она нам эту концепцию вообще-то доложит. Потому что слишком много вопросов у нас по библиотекам в целом, по городу возникает. Я имею в виду, вы понимаете, Сходницкую библиотеку, Библиотека на Союзной и так далее, и так далее. Александр Павлович, добавлю от себя, что ко мне как раз-таки где-то около месяца двух тому назад, да, где-то два месяца тому назад, обращались жители Энгельса 19, как раз-таки, где находится библиотека. Ну, я говорю про Союзную улицу, а то что... Нет, Энгельса Союзная улица. Да, Энгельс, Энгельс, извините, Энгельс. На Энгельса 19 среди жителей пошла информация, что там собирается библиотеку ликвидировать. То есть у нас получается, что сейчас в своем докладе Игорь Юрьевич ссылается на библиотеку на Энгельса 19, а потом выяснится, что на Энгельса 19 эту библиотеку будут ликвидировать. У нас объемы книг довольно большие. На Калинина 13 собрана отличнейшая библиотека. Я там была лично неоднократно. И сейчас мы хотим ее ликвидировать. Я считаю, это совершенно неправильно. Раз. Во-вторых, куда мы денемся эти книги? Они будут лежать гнить с оптами и так далее. Я против. Я, конечно, не против. У меня вопрос, Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич, однозначно, Калинина 13. Понятно, Антония Васильевна. У меня вопрос, Игорь Юрьевич. Договор безразместного пользования, он у нас действующий? В настоящее время проводится работа по его расторжению. Она подписана и управлением культуры, и комитетом. Александр Павлович, можно считать расторгнутым уже. Прошу слова. Александр Павлович. Но ведет Суслов, Владимир Иванович. Владимир Иванович, прошу слова. Да, пожалуйста, Александр Павлович. Значит, вот, поддерживая Антонину по поводу Энгельса и то, что вы сказали. Библиотека или на Энгельса. Значит, вот, жители возмущались, написали письмо. Я запросил решение от Песлева. И Песлева мне письмо уже ответила и объяснила, что объединяются две библиотеки – Энгельса и Московская. Вопрос понятен и такое же объяснение, что у нас много, что у нас теперь можно читать в телефоне, где угодно, в компьютере и так далее, и так далее. Сейчас звучит. Мы еще, как это модное слово, концепцию все вырабатываем, товарищи. Значит, решение с Энгельса и улицы Московской еще до конца не завершено, не принято. А мы сейчас уже, уже не сделав это, объединяем Калинина и Московскую. Мы вообще, чем мы занимаемся? Давайте ликвидируем все библиотеки и оставим одну большую городскую, которая всю жизнь была на Калинина-13. Куда хотели, кстати говоря, меморальную доску горшинскую закрепить. Это огромная библиотека. Я не знаю. Я поддерживаю Александра Алексеевича. И люди там есть, и люди туда ходят. И мероприятия там проводятся. Ну не надо так. Давайте мелкие, давайте объединять, но не городскую уничтожать. Посмотрите, 476 метров квадратных. Ну это что это? Можно вы не высказать? Да, спасибо большое. Значит, мне категорически не нравится затея вот эта вот с продажей библиотек. Вообще я бы любую библиотеку не трогал, потому что ну и так оболвание на население настолько, что никто и не хочет читать. А тем более мы и будем сейчас в библиотеке. Я пункт 22 вообще считаю исключить вот из этого плана. Вот у меня еще тут есть кое-какие вопросы. Но вот поэтому я в нашем предложении исключить пункт о вынесении калинин 13. Верните, пожалуйста, назад. Да, вот пункт 22 о помещении для размещения в библиотеке я предлагаю из данного прогнозного плана исключить. Спасибо. Да, ну и если можно, я еще тоже договорю. У меня тут был сбой небольшой. Я хотел сказать, что сейчас из любой библиотеки можно сделать интерактивную, центр, который обладает всеми компьютерными возможностями и наоборот развить сеть библиотек уже в новом, так сказать, цифровом формате, который, кстати, сейчас является актуальным. Это первое. И второе, насколько я знаю по нормативам городским, у нас по территориям, наоборот, нехватка библиотечной системы. Она у нас не развита относительно города самого. Она не соответствует развитию нашего города. Поэтому очень странно звучат вопросы, что у нас много библиотек. То есть город развивается, а библиотеки сокращаются. Это неправильно. Поэтому поддерживаю коллег и предлагаю включить фунт 22. Да, я не говорил про сокращение библиотек. Я говорил про оптимизацию библиотечного фонда и библиотек. Тогда объясните, Павел, в чем заключается оптимизация? Она заключается в сокращении объектов. Или, допустим, мы этот объект объединим в один, и у нас добавится еще 20 библиотек по территории. Там Ходни, Ферстановская. Тогда так скажите. Здесь я объяснить не могу. У нас есть директор библиотечной сети, у нас есть Теслива Ирина Михайловна, которая отвечает за... Александр Владимирович, у меня тогда предложение. Давайте этот вопрос по концепции, по оптимизации, давайте отдельно вынесем на комиссию, на профиль. Для рассмотрения. Пригласим Тесливу и так далее. Я не возражаю, не возражаю. Только давайте сначала 22-й пункт исключим. Да, спасибо. Владимир Ирванович. Сюда. Владимир Ирванович. Да, пожалуйста. Можно одно добавление? Да, конечно. Владимир Ирванович, значит, я просто обращаюсь ко всем, чтобы все понимали, в том числе у нас управление, комитет управления имуществом. Библиотека сегодня на Калинина, это не есть склад книг. Это не есть. Это еще к тому же большое помещение, где проводятся семинары, встречи с журналистами, встречи с людьми искусства, встречи с жителями и так далее, и так далее. Это еще к тому же вот такое место общения с нашими жителями. Это не значит, почему-то под пониманием библиотеки, это книги, книги, книги. И кто пришел, взял книжу. Абсолютно согласен с Александром Алексеевичем. Согласен. И я там много раз был в этой библиотеке, и проводили различные, очень интересные, литературные мероприятия. И я участвовал в этом много раз. Да многие, наверное, многие депутаты участвуют. Конечно. Уважаемые депутаты, кто еще? Санкт-Петербург, когда есть предложение, наверное, пока снять данный вопрос прогнозного плана, для дополнительного исследования. Значит, тогда, поскольку идет запись, мы протокольно должны понимать, что предложение, которое поступило, исключить этот пункт и рассмотреть вопрос об оптимизации библиотеки городского округа на специализированном заседании комиссии по образованию, по культуре, по социальной политике. Александр Павлович, разрешите дополнить. Мы не сможем продать это помещение, пока на нем висит договор безвозмездного пользования. Поэтому у меня предложение оставить этот пункт в данном проекте решения и отдельно уже на комиссии по культуре, по библиотекам рассматривать вопрос расторжения этого договора. То есть объект у нас будет сидеть в прогнозном плане, но продать мы его не сможем, пока не расторгнут будет договор безвозмездного пользования. Игорь Юрьевич, у нас нет проблем включить его в план приватизации, потом это не вопрос. У нас будет совет депутатов еще через месяц, если сейчас будет вопрос решен, мы его включим дополнительно. Вы знаете, это не проблема на самом деле. Поэтому здесь вопрос такой носит характер, требует полного понимания вопроса с точки зрения развития библиотечного нашего комплекса. Поэтому здесь я не вижу проблем на самом деле. Если мы сейчас его уберем, а потом, когда вопросы разрешим, включим дополнительно. Я настаиваю на том, чтобы проголосовать вопрос о снятии пункта 22-го из прогнозного плана приватизации. Андрей Юрьевич, настаивать не надо. Вопрос поставленный, его надо просто приголосовать. Александр Павлович, тогда приступаем к голосованию. Кто за то, что такая исключительная библиотека вопрос прошел голосовать? Значит, Владимир Иванович, конкретно ставится на голосовании вопрос исключения пункта 2 из прогнозного плана. Да. 22 в смысле? Да. Голосуем. Вопрос ставлю. Кто за исключение? Значит, по порядку. Томашок. За исключение. За. Суслов. Якушин. За. Бессонов. За исключение. Золиев. За исключение. Иванов. Исключить. Да, я тоже. Значит, все. С этим вопросом решили. Сейчас из этого его исключаем. Следующие. Какие вопросы? По данному перечню. Следующий вопрос. Вопрос есть. Вопрос есть. Может? Да, спасибо. Значит, пункт 21. Не убирайте, пожалуйста. Значит, ну, поскольку это дом, где я проживаю, собственно. Вот. И знаю прекрасное помещение. Вот мне все время, так сказать, вопрос. Как оно вдруг оказалось, так сказать, не в собственности, а в собственниках, на квартирного дома, да, она оказалась, ну, в муниципальной собственности. Вот предысторию вопрос, если можно, освежите мне. Я не могу сказать, не могу, потому что я сейчас имею номер, как свидетельство о праве собственности комитета по управлению имуществом. Это какого года? Не могу сказать. Выписки абсолютно свежие у нас. По состоянию на сегодня, мы играем в собственную. Так, вопросы, еще какие-то вопросы. У меня еще есть вопросы, если можно. Вот по МКУ управления делами администрации. Там тоже как бы оптимизация, да, или что там? Это 24 пункт. Да, это помещение в настоящее время не используется. Соответственно, продаем, не используем помещение. Там два крыла в этом объекте, да, в одном крыле. Одно крыло занимает ЦУР, Центр управления регионом, а другое крыло, оно не используется. Поэтому принято решение администрации выставить его на торги. Спасибо. И вот по 26 пункту, вот можно спросить, что там раньше было, вот 693 квадратных метра, 9 мая? Если можно, есть такая информация? Да. 9 мая 4А, это новый дом, недавно построенный. И по инвестконтракту, это помещение расположено на первом этаже, оно переходит в собственность городского округа Химки. То есть там сейчас ничего нет уже? Там ничего нет, пустое помещение. Еще вопрос. Спасибо. Еще вопрос есть, можно? Да, Сергей Николаевич. Да, спасибо, что подкрутили вовремя. Значит, 25 пункт, посмотрите, пожалуйста. Это дом 7 по Альфа-Саренградской. 25? 25 пункт. Так. Значит, там раньше был велоклуб, где я занимался спортом в свое время. И вот там, насколько я знаю, в этом подвале расположены магистрали различные. Горячей воды, там газа и прочее. Вот, как бы мы сейчас это все, возможно, продадим, ну, предложим продажи, а потом к нам прибегут жители дома номер 7 и скажут, как же вы депутаты? Вот, так сказать, собственник не пускает наших сантехников перекрыть нам воду, а у нас вода бьет ключом на кухне. Как вот решать будем вопрос с подвалами, а? Вы же говорили, что подвалы мы больше не будем продавать, не будем реализовывать, не будем рассматривать. А вот, видите, подвал снова на продажу уставляется. Ответите, пожалуйста. Разрешите, да, пояснить. В первую очередь, Росреестр поставил это помещение на отдельный кадастровый учет. Соответственно, это гарантирует, что в этом помещении нет тех коммуникаций, которым мы можем ограничить доступ путем продажи этого помещения. То есть, либо есть доступ к коммуникациям, допустим, с другой стороны, либо в подъезда, либо с другого отца. Ну и к тому же, да, если мы продаем помещение, в котором все-таки есть коммуникации, да, то, ну, соответственно, собственник обязан предоставлять доступ. А если не предоставит? Андрей Главович, секунду. Мы, в принципе, всегда делали ограничения, и оно принималось комитетом про имущество, где было написано, что подвальное помещение, которое предлагается на реализацию, в нем отсутствует запорная или какая-либо другая арматура коммуникации этого дома. Труба может проходить, естественно, главное, чтобы там не было никаких вентилей, задвижек и так далее, и так далее, блоков управления. Мы сейчас об этом говорим. И это всегда было как одно из условий продажи подвальных помещений. Значит, если можно тогда, Александр Павлович, поставить этот вопрос на контроль, если будет продажа там, то, собственно говоря, мне бы хотелось, чтобы было где-то там хотя бы там с краю написано, что нельзя не пускать слесаря. Это называется обеспечить доступ по первому требованию коммунальных служб. Значит, Игорь Юрьевич, вам понятно претензии, да? Александр Павлович, да. Во всех договорах, связанных с продажей подвальных помещений, мы прописываем обязательства. Одно из условий обеспечения доступа к коммуникациям по первому требованию. Да, еще вопросы? Можно вопрос еще? У меня вопрос по пункту 33. Химкинское информационное агентство. Юбилейный 10. Что такое 33? У меня нет 33 пункта. А у меня есть в материалах. Это Химкинское информационное агентство. Юбилейный 10. Да, юбилейный 10. У меня, наверное, старые, недополненные. Это, насколько я знаю, там полагается редакция газеты «Химкинские новости» сейчас. Да, все верно. Да, так вы что, мы и газету «Химкинские новости» продаем тоже, да, на аукционах? Ну, почему же? Я же говорю, что у нас есть ряд помещений, которые мы оптимизируем. Да, мы сейчас видим, что у нас на очень ликвидных и достаточно дорогих площадях расположены те структурные подразделения, которые могут быть размещены, допустим, не на первой линии, а на второй линии, да. И, соответственно, здесь речь просто о переезде редакции в другое помещение и освобождении этого помещения. А в какое можно узнать, куда мы их хотим посмотреть, на какую линию передвинуть? Смотрится несколько вариантов сейчас. Один из вариантов – это юбилейный проспект 77, это помещение, которое раньше занимал жилищник. Также есть ряд других предложений, то есть я уверен, что мы найдем достойное место для переезда. Александр Павлович, у меня такое же предложение объединить вот эти вопросы с библиотекой в одну комиссию и пока снять, смотреть. Нет, ну здесь-то по информационному агентству я не вижу проблемы, честно говоря. А я вижу, например, это очень, извините, это очень удобно, это редакция, она всегда работает с жителями, с читателями. И почему читатели должны ехать в промзону на юбилейный 77, когда, допустим, все читатели... Ну, Алексей Михайлович, юбилейный 77 – это никакая не промзон, не надо так говорить, значит, понимаете, да? Ну, это окраина, фактически. Ну, здрасте, приехали. Мы так не уважаем нашу газету «Кимпинские новости», мы так выделяем деньги из бюджета на эту газету. И теперь, вот, я не знаю, у нас настолько бедный бюджет, что мы должны даже выселять газету ради того. Кстати говоря, вот тогда скажите, пожалуйста, какая выгода будет от вот этих всех переездов, какая разница, какая маржа у вас вы планируете получить от этой операции, учитывая, что нужно будет затратить, понести расходы на подготовку помещения, на ремонт, на переезд. Вот вы это все считали, это есть бизнес-план у вас есть конкретно? Да, конечно, есть бизнес-план. Дайте, пожалуйста, ее в рабочем порядке. Есть план следующий. Значит, путем внесения всех 13 объектов в прогнозный план, который мы сейчас вынесли на ваше решение, бюджет дополнительно получит 124 миллиона рублей. Нет, хорошо. У меня тогда просьба, если это возможно, можно отдельно, допустим, по библиотеке и отдельно по Химкинскому информационному агентству. По библиотеке мы уже приняли решение. Алексей Михайлович, дайте не путать. По библиотеке решение принято. По Химкинскому информационному агентству. Сколько мы тратим на ремонты и переезды, сколько мы получаем. А сколько мы тратим-то, скажите? Это 122 миллиона рублей. Ну, там минимальные, потому что помещения, ну, например, юбилейный 77, они полностью готовы к тому, чтобы заехал туда новый пользователь. Ну, мы не считаем там косметический ремонт, покрасить стены, ну, это не те деньги, о которых стоит говорить. Ну, и переезд, переезд, это тоже, сами понимаете, ну, по сравнению с теми деньгами, которые мы можем выручить с продажи этого помещения, а это больше 20 миллионов рублей, это точно. Переезд займет. Ну, вы знаете вообще, бюджет требует точность, поэтому деньги надо... Владимир Иванович, я небольшое, как сказать, ну, пояснение, что ли. Вы лучше всего этот вопрос знаете, юбилейный 77, это что? Это Сбербанк, это Сбербанк. Это хорошее помещение, 4 этаж, где раньше сидел ДЭС, потом жилищник. Помещения все отремонтированы. В это место туда половина химик все время ездит. МФЦ, МФРЦ и так далее и тому подобное. Что там? Да нормально все. Помещения там очень большие, там можно не только редакцию разместить. И здесь я считаю, что комитет управления имущественным правом. Ну, тогда у меня еще вопрос. Само химкинское агентство, редакция сама, она как-то согласна? Есть ее мнение или мы ее не спрашиваем вообще? Я предлагаю, Алексей Михайлович, я предлагаю на Совет депутатов дополнительно пригласить главного редактора, чтобы он прокомментировал этот вопрос. Понятно. Ну, пока у меня предложение исключить этот пункт. Нет, но я бы... Можно вопрос? Давайте, давайте проголосуем за это, за исключение. Да, Андрей Васильевнович, да. Пожалуйста. Данила Васильевна, вопрос какой у вас? Да, отлично. Спасибо. Значит, по поводу юбилейного 77 сразу оговорюсь, да, у нас, насколько я знаю, жилищник оттуда был перемещен на Ватути на 4 корпус 2 в связи с тем, что многие покупатели жилищника были люди преклонного и старшего возраста. И, насколько знают все, кто посещал жилищник, да, там нет лифта. Соответственно, все пенсионеры поднимались туда пешком. И когда критическая масса жалоб была набрана, и жилищник было принято переместить на первый этаж. Вот. Поэтому ни о какой доступности для людей старшего поколения, да, там речи не идут. Первый момент. Да, что он поддерживает абсолютно. Дом 10. По этому адресу у нас два помещения. Перешли к нам тоже по инвест-контракту. Данное помещение, оно свободное от прав. Информации об использовании ее в целях размещения библиотеки у меня нет. Скорее всего, библиотека в другом помещении располагается, в соседнем. А это помещение свободное позднее. Спасибо, поняла. Да, что касается юбилейного 77, еще раз, да, там в том числе есть два помещения на первом этаже и большая часть площадей на четвертом. Поэтому, ну, если нужно будет решать вопрос, например, с доступностью этого помещения, то есть два-две комнаты на первом этаже, которые можно будет использовать для приема посетителей. Ну, также я еще раз скажу, что юбилейный 77 – это один из вариантов, которые мы сейчас обсуждаем. Я уверен, что мы придем к консенсусу с хинкинским информагентством. Так, уважаемые коллеги, так, да, есть предложение. Работаем дальше, работаем, работаем. Ну, я все-таки прошел вынести на голосование мое предложение. Первый вопрос, значит, включить прогнозный план согласно с хокканом, с хокканом, с хокканом, с хокканом, с хокканом, с хокканом. И второе, значит, отдельно проголосовать за предложение. Нет, нет, давайте так. Алексей Михайлович, вопрос конкретно задавайте. Отдельно голосуйте. Вопрос. Исключить, вот как у вас написано, пункт 32 по юбилейному 10 из проекта прогнозного плана. Так. Ставлю на голосование. Томашов. Воздержусь. Суслов. Якушин. Против. Бессонов. Я за. Исключить. Золия. Против. Так, нет. Дринов, я против. Иванов. Против. Против. Значит, против исключения 4, воздержались 2. Решение не принято. Значит, ставлю на голосование в целом. Александр Павлович, можно по порядку. Значит, не воздержались 2. А один воздержался, один против. Нет, кто против? Я против. В смысле, за. За исключение. Андрей Николаевич. У меня написано, записано. Извини, Андрей Николаевич. Да, да, да. Раз, два, три, четыре. Четыре. Против исключения ты. За исключение двое воздержались. Точно так. Да, Александр Павлович, ну, запишите тогда мой совещательный голос. Да, хорошо. Извини, дорогой. Совещательный голос мы не записываем. У нас записывают только члены комиссии. Да плохо. Я член комиссии с совещательным голосом. Где же мой голос тогда? Значит, ты не член комиссии с совещательным голосом. Ты депутат, который умеет прийти, имеет право на любую комиссию и давать свое предложение. Нет. У меня есть совещательный голос. Давай, Самый, тогда, Владимир Николаевич, ставь на голосование в целом-то уже. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. В целом? В целом. Запрошу. За то, чтобы принять изменение прогнозный план с учетом внесенного изменения по 32-му, по 22-му пункту в целом. Томашов. За. Суслов. За. Якушин. За. Виссонов. Воздержался. Воздержался. Золи. За. Так, Мещерский. Андрюнов. За. Иванов. За. Решение принято. Так, уважаемые депутаты, переходим к третьим вопросам. Об освобождении в 2020 году от внесения платы в жилое помещение и коммунальные услуги участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе Кимки. Докладчик Гуев, Наталья Николаевна. Так, слышите меня все, да? Прекрасно. Значит, уважаемые депутаты, ну мы с вами принимали решение, когда у наших ветеранов на 9 мая была нулевая платежка. Исходя из ваших предложений и предложений у нашего главы Евгения Владимировича, мы подготовили проект решения, где мы просим освободить наших ветеранов до конца года. Если вы сейчас мне зададите вопрос, а какая же будет сумма и сколько же ветеранов, хочу сказать, что ветераны действительно уже в таком преклонном возрасте, вот на 1 декабря нам давали там по-моему 130 человек, а уже Ирина Михайловна в феврале докладывала по-моему 95 или 98. Соответственно, мы предполагаем, просто предполагаем, что это будет где-то 7 миллионов, это возможно будет и 6 миллионов, да, потому что как бы ветераны тоже старенькие уже пожилые и уходят в мир иной. Поэтому я считаю, что очень правильно было бы, если вы поддержите, но я думаю, что вы поддержите, чтобы наших ветеранов до конца года освободить от оплаты. Деньги сейчас будем брать из-за субсидий, которые у нас предусмотрены за счет местного бюджета, отдельным категориям гражданам 15%. Если уж нам не хватит по концу года, там или в 21-м откорректируем, или в декабре, но сейчас это совершенно не эпична, не просто данный проект решения будет держать. Поздравляемые депутаты, кто хочет высказаться? Владимир Иванович, вопросы у меня. Да, пожалуйста. Иванов вопрос. Наталья Николаевна, а вот у нас капремонт, он где сейчас у нас? Капремонт, который муниципальный? Ну, у нас нет муниципального капремонта, у нас и капремонт федеральный. Региональный. Региональный. Нигде он, его сейчас нет, его сейчас отменили. Нет, вот я поэтому спрашиваю, мы, если его отменили до конца года, всем. Нет, у нас есть средства, которые оплачиваются за соцснаем, по метру квадратному, по расчету направляются фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд. То есть, это, ну, это немножко другое. Это отдельная платежка, которая не входит в перечень коммунальных платежей. Да, да, да. И если проживают вдруг в нашем муниципальном фонде, то оплачивают за это, за оплату за соцснаем. Бессонов, можно реплику? Алло. Да, Владимир Иванович, слушай внимательно. Андрей Николаевич. Да, спасибо. Ну, я считаю, что ветеранов надо поддержать, тем более, что, помнится, я и сам впервые этот вопрос вынес на совет, и меня поддержали. Поэтому давайте сейчас просто проголосуем, не будем там вопроса, откуда, чего, найдет. Найдет, не такие уж деньги, найдет, Наталья Николаевна. Да, Владимир Николаевич. Да. У меня вопрос. У нас в решении написано по пункту 1 «Свободить от уплаты за жилое помещение коммунальные услуги участников и инвалидов Великой Отечественной войны в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области». Вот последняя фраза меня очень смущает. Что значит «в пределах стандарта нормативной площади»? То есть все, что не вписывается в стандарт, будут оплачивать ветераны из своего кармана или что? Поясните, пожалуйста. Это да, этот фраз действительно присутствует. Если у ветерана площадь 120 метров квартиры, и там живут другие участники семьи, то льгота будет считаться, хотя таких практически там может единицы, льгота будет считаться на одного человека, а не на все 150 метров квадратные. Именно то, что оплачивает ветеран. А ну, как правило, у нас ветераны, они в основном в эти нормы входят. Но есть такие ситуации, где умные такие, скажем, детки, которые пытаются оформить там коттеджи на своих ветеранов, но, наверное, неправильно по отношению к другим ветеранам. Поэтому прописывается норма. Ушлые ветки тоже есть. К сожалению, ну, вот такие ситуации встречали, когда один ветеран говорит, ну, вот столько пользуемся, а на этот весь коттедж пользуется. Ну, я как бы образно говорю. Владимир Иванович, комментарий. Я так, вот у нас мы уже несколько лет подряд принимаем решение с точки зрения одного месяца. Я думаю, что здесь ничего не меняется, просто мы это дело пролонгируем до конца года. Вот и все. Да, да, да. Спасибо, поняла. Так, тогда голосуем. Томашов. Томашов. Двумя руками за. Да, Суслов. Да. Якушин. За. Бессонов. За. Одной рукой, правда. Золья. За. Андрюнов за. Иванов за. Да. Все за. Решение принято. Так, ну, вопросы рассмотрены. Всем спасибо. Значит, отрабатывайте технику работы, так сказать, в режиме Zoom, чтобы, в принципе, уже сегодня третий раз мы в таком режиме, в общем, уже более-менее нормальная связь, изображение. Звук у всех есть. Можно реплику попробовать? Значит, вот эти свистки, это не от того, что кто-то там что-то включил. Это от того, что у кого-то очень плохой, ну, недостаточно хороший интернет. У кого-то не у того, кстати, кто жалуется, а у другого. И вот этот вот интернет, к сожалению, он и дает вот такие помехи. И я прошу организаторов конференции внимательно посмотреть, все ли у них хорошо. Спасибо. Значит, я... Наталья Николаевна. Наталья Николаевна. Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, да, Николаевна. Она вышла уже. У меня еще тоже есть реплика, если можно. Камеру, к камеру она будет. Так, тихо, тихо, по одному. Алексей Михайлович. Да, ну, у меня есть тоже, я хотел еще раз напомнить про презентации. Очень хочется получить их заранее до конференции. Все, ладно, это я принял замечание. Надо было вам заранее отправить презентацию в виде файла. Потому что в виде файла она есть. Александр Алексеевич, что ты хотел еще добавить? Наталья Николаевна, пусть камеру свою протрет. Я уже ей сказал сегодня, она один раз протерла, но мало. Надо было побольше потереть, да. Видно, она никогда не пользовалась просто в таком режиме. Ну, Андрей Николаевич, камера мутная. Так, значит, тогда все, всем спасибо. А у меня камера просто с низким разрешением. О, это видно. Да ладно, все нормально было видно, не придирайте. Ну, всем спасибо, закрываем конференцию. Спасибо. Все, до свидания всем. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания.